Столичные красавицы устроили драку на самом известном ринге России. Но участницы шоу «Боевая модель» приступили к третьему этапу конкурса спаррингом. Нашему корреспонденту Виталию Сиротинину тоже досталось от девушек в розовых перчатках. Когда они приходят в боксерский зал, мужчины дружно прекращают тренировки, чтобы посмотреть, как участницы шоу «Боевая модель» готовятся к спаррингам. Все начинается с разминки и растяжки. Это адская боль. Затем специальные подводящие к бою упражнения. Для развития скорости играют в пятнашки руками и даже ногами. Для увеличения силы удара упражнения из арсенала Ильи Муромца. Каждую неделю специальные конкурсы. На этот раз боксерская эстафета. Пять упражнений из программы подготовки чемпионов. Сначала прыжки через скакалку, затем отжимания, два удара кувалдой по автошине, бросок тяжелого мяча и комбинация погруши. Съемочная группа LifeNews решила проверить, сможет ли обычный среднестатистический мужчина составить конкуренцию боевым моделям. Берем сразу? Лучший результат. В женском зачете победила Анжелика Титова. Она получает два шеврона. Их модели затем пришивают на свою парадную форму. Чем больше знаков отличия, тем выше шанс на победу. Я год занималась боксом. Веду тренировки в фитнесе тайбо. Веду функциональный тренинг, саву и рубику. Поэтому хорошо физически подготовленная и легко справилась с конкурсом. После эстафеты спарринга в специальной защите для корпуса спортсменки вышли на легендарный ринг Академии бокса. На нем Эван Дархалифилд сражался с Султаном Ибрагимовым, Рой Джонс Денисом Лебедевым и Александр Поветкин с Владимиром Кличко. Энергетика ринга передается и боевым моделям. Одна из участниц проекта – 32-летняя Вера Галустова. Ни в чем не уступает своим юным соперницам. До бокса Вера занималась балетом, стрельбой и конным спортом. Супер эмоции, адреналин, много энергии и хочется прям ворвать все. А сейчас мы выясним, сможет ли девушка, занимающаяся боксом, успешно противостоять опытному хулигану. Бокс. Бокс. Давай, Дарима. Убывайся, главное, уйдайся. Все, все. Я сдался. Первые настоящие поединки ждут боевых моделей уже 22 ноября. Кроме того, девушкам предстоит более привычное испытание – конкурс костюмов, они должны поразить судей образами из популярных боевиков. Виталий Сиротинин, Александр Лихачев, LifeNews.